Мытарство Михаила Черниговского Как вели себя в условиях нашествия князья Южной и Западной Руси? Еще один князь, о котором можно и стоит поговорить, Михаил Черниговский. Человек, который окончил свою жизнь трагически, став жертвой князя Батыя в 1246 году. Человек, который на многие годы стал символом духовного сопротивления владычеству монголов. Человек, который отказался совершить языческие обряды и сохранил чистоту православия. И заплатил за это самым дорогим, что у него было, своей жизнью. Как вел себя Михаил Черниговский в годы нашествия Батыя? Этот вопрос, конечно же, очень сложный. Потому что речь идет о поведении человека, прославленного церквью. И заподвиг, который, конечно же, искупал, по представлениям людей того времени и последующих эпох, искупал все те прегрешения, которые были совершены им в течение его земной жизни. Михаил был сложным человеком и непростым правителем. Очень амбициозным, очень активным, всю жизнь сражавшимся со своими конкурентами за княжеские столы. И человеком достаточно воинственным в своем поведении, в своем проявлении княжеском. Что происходит во время нашествия Батыя? Во время нашествия Михаил Всеволодович меняет свое поведение. В 1239 году, незадолго до того, как татары подходят к Киеву, он уезжает из города, покидает город, власти над которым добивался долгие годы. И отправляется вслед за сыном Ростиславом в Венгрию. «Михаил, бежа по сыну своему перед татарой в Угры», пишет Ипатьевская летопись. Михаил рассчитывал на то, что Ростислав, его сын, станет мужем дочери венгерского короля Беллы IV. Но Белла рассудил иначе. И он отказался выдавать свою дочь Анну за Ростислава Михайловича. Король же не даст девку свою Ростиславу и погна их прочь. После чего Михаил Селдович с Ростиславом отправляются дальше к своему дяде Конраду Мазовецкому. Но и оттам долго не задерживаются, вновь оказываются в Киеве. В Киеве, как отмечает Ипатьевская летопись, Михаил не появился. Он остается под стенами города. Михаил иже за страх татарский не смеет идти к Киеву. А узнав о том, что Киев взят Батыем, то есть уведов приятие киевское, он вновь уже на рубеже 1240-1241 годов направляется к Конраду Мазовецкому. Бежа с сыном своим в Ляхе в Кондратове, пишет Ипатьевская летопись. Но и там Михаил не задерживается надолго и вскоре продолжает движение на запад, в Нижнюю Селезию, в район города Вроцлова. Но и там князь надолго не задержался и вскоре продолжил движение на запад, в Нижнюю Селезию, в район Вроцлова. В немецком местечке по имени Середа, как пишет Ипатьевская летопись, он подвергся нападению со стороны местного населения. У зряша же немца, як и товара много есть, избиша его люди, и товара много от яша, а унуку, то есть внучку Михаила Черниговского, убиша. К этому времени татары продвинулись еще западнее, и в апреле 1241 года состоялась битва под Легницей, известное сражение западноевропейских рыцарей с монголо-татарами. Это сражение оканчивается для рыбцарей трагически. Татары наносят сокрушительное поражение войску селезского князя Генриха II Благочестивого, у которого, вероятнее всего, и рассчитывал укрыться Михаил Селдович. После этого Черниговский князь вынужден уже в третий раз за несколько лет отправиться в Мазовию, во владение дяди Конрада. И мы видим, что на протяжении всего этого периода времени Михаил перемещается по этому региону в безнадежных попытках найти где-то безопасное место, где бы он мог пересидеть события, связанные с нашествиями. В итоге, все-таки, венгерский король Белла IV соглашается выдать дочь за сына Михаила Вселдовича, князя Ростислава. Но Михаил опять вынужден столкнуться с серьезными испытаниями, потому что после того, как он вместе с Ростиславом оказался в Венгрии, король же Угорский и сына у Ростислав честь ему не створиста. Он же разгневался на сына и возвратился в Чернигов. Ростислав остался в Венгрии, стал мужем венгерского короля, но ни он сам, Ростислав, ни король Белла не собирались укрывать у себя Михаила, после чего тот и вынужден был вернуться обратно в свое родовое гнездо, в Чернигов, который к этому моменту был уже разорен монголо-татарами, как мы знаем, несмотря на попытки одного из черниговских князей, Мстислава Глебовича, оказать помощь защитникам этого города. Вот именно тогда из Чернигово Михаил и вынужден был отправиться в Ставку Батыя, чтобы просить волости своей у него, как пишет летописец. В ходе этой поездки осенью 1246 года Михаил и погиб в Ставке Батыя. Вот это перемещение Михаила Всеволодовича по Европам, как бы мы сказали, с самого начала зарождения историографии в нашей стране вызывало очень много вопросов. Очень диссонировало вот это вот бегство, о котором летописицы так и пишут. Бежал Михаил, бежал, бежал в Угры, бежал в Ляхи. Вот это бегство Михаила с его последующей героической судьбой. Уже Екатерина Великая, которая в конце XVIII века взялась серьезно за занятие русской истории и оставила после этого записки касательно российской истории, изданные уже после ее смерти, пыталась как-то объяснить поступок Михаила, найти рациональное объяснение тому, почему князь, который в будущем проявит себя как настоящий герой, который совершит духовный подвиг, оказавшись в Ставке Батыя, вот момент нашествия ведет себя таким образом, убегает из своей земли куда-то в Европу, спасаясь, очевидно, от нашествия татар. Екатерина предположила такую версию. Михаил уехал из Киева, во след сына своего Росислава, в Угры, дабы домогаться помощи от них. Татары же гнались за ним, но не достигли. То есть Екатерина преподносит дело так, что Михаил пытался договориться с венграми о коллективном отпоре монголам. Как мы видим, из летописи это не следует, но интерпретация такая все-таки была предложена. Некоторое время назад, уже в наше время, уже упоминаемый мной историк Александр Майоров предположил иную версию объяснения бегства Михаила Черниговского. Он предположил, что Михаил Селыч пытался заключить союз не с венграми, а наоборот с селезским князем Генрихом II благочестивым. Именно на соединение с его силами и двинулся якобы Михаил Черниговский, и только несчастливая случайность не позволила ему примкнуть к этому войску и не поучаствовать вместе с Генрихом II в знаменитой битве при Легнице, которая происходила весной 1241 года. Едва ли возможно найти другое объяснение появлению Михаила со своим отрядом в 30 километрах от Легнице, пишет исследователь Александр Майоров, то есть на расстоянии одного дня пути, в самый канунь судьбоносного сражения поляков с татарами. И только нелепая случайность, неожиданное нападение немцев в Ноймаркте помешало русскому гнязью осуществить свой замысел. Эпизод в Ноймаркте – это то самое немецкое местечко Середа, которое упоминает ипатьевская летопись. Действительно, в 1241 году там на Михаила Черниговского, на его дружину нападают немцы, видимо, местное население, которое грабит богатого путешественника, но при этом еще убивают его внучку. Избиша его люди, и товара много от Яша, и внуку его убиша. Возникает только вопрос. Как же могло произойти так, что Михаил движется в самое сердце Европы для того, чтобы соединиться с селецким герцогом для оказания отпора монголо-татарам, но терпит поражение от фактически бюргеров, горожан, которые, стремясь его ограбить, поступая фактически как разбойников, как разбойники, действительно грабят его обоз и убивают еще внучку. То есть он движется на помощь селецкому герцогу с такой малой и слабой дружиной, которая не может дать отпор фактически штатским людям, которые на большой дороге встречают его отряд. Это не очень вяжется с версией о том, что Михаил собирался оказывать сопротивление. Кстати говоря, такой случай происходит с ним не однажды. За два года до этого, в 1239 году, на его обоз тоже нападают. И нападает, делает это будущий великий князь Владимирский Ярослав Всеволодович, с которым Михаил долгие годы соперничал сначала за новгородский стол, а потом и за киевский. Ярослав Всеволодович нападает на обоз Михаила Всеволодовича, покинувшего Киев незадолго перед этим. И во время этого нападения берет в плен жену Михаила Всеволодовича и несколько его бояр. В тот момент, когда Михаил бежал из Киева в Угры, пишут составители патиевской летописи, князь Ярослав Всеволодович догнал княгиню его и бояр его по има. И город Каменец, которым, видимо, находился этот обоз Михаила Всеволодович, взял. То есть дважды во время этого длительного мытарства, этого бегства Михаила Всеволодовича по Европе какие-то силы нападают на него, отбивают у него сокровища, берут в плен бояр и даже в одном случае берут в плен его жену, а в другом убивают внучку. Все это говорит о том, что вряд ли Михаил Всеволодович перемещался по Европе как человек, который собирал или хотел поучаствовать в какой-то антитатарской коалиции. Скорее всего, этот человек, который действительно находится в очень тяжелой ситуации, пытается убежать и в ходе этого бегства сталкивается с еще дополнительными трудностями и проблемами. Я обратил бы внимание на то, что Михаил Черниговский спасается бегством с очень немногочисленной дружиной. Ипотевская летопись так и говорит – с малой дружиной. Судя по всему, речь идет о очень небольшом количестве воинов, которые сопровождают князя. Это небольшое количество воинов не позволяло ему защищать даже членов собственной семьи, не говоря уже о том, чтобы принимать сколько-нибудь значимое участие в полевых сражениях с сильным, хорошо вооруженным противником. Напомню, кстати говоря, что Юрий Всеволодович, Владимирский князь, когда он покидает Стольный Владимир и едет на реку Сить, покидает город с малой дружиной. Вполне возможно, речь может идти вообще о небольшом количестве княжеских телохранителей, основная задача которых – именно беречь персону самого князя, а не составлять какую-то основу для вооруженной антитатарской коалиции. Известный украинский исследователь Петр Петрович Толочка, академик и Национальной академии Украины, и иностранный член Российской академии наук, достаточно однозначно трактует поведение Михаила Всеволодовича. Он пишет, что панический страх Михаила перед монголо-татарами не поддается разумному объяснению. В столь трагическое для Руси время он меньше всего думал о ее судьбе. Единственное, что ему было дорого – это собственная жизнь. И это хорошо понимали современники, и не случайно летописные рассказы о предтатарских бегах Михаила Всеволодовича наполнены такой горькой иронией. Если версию ипатьевской летописи, которая прямо говорит о том, что Михаил Всеволодович бежал от татар, можно объяснить тем, что в ипатьевской летописи сохранились следы галецкого летописания, а галецкие летописцы наверняка пытались как-то немножко так парионизировать над поступком Михаила Черниговского, потому что галецкие князья с ним были в давнем конфликте, то нельзя заподозрить в какой-то попытке опорочить Михаила авторов его житийных текстов, текстов, посвященных прославлению Михаила как святого. Если в самом раннем тексте, который был составлен, судя по всему, при участии дочери и внуков Михаила в Ростове, написано, что Михаил отъехал в Угры в момент нашествия татар, то уже в несколько более поздних текстах, которые были составлены на рубеже XIII-XIV веков, вновь книжники возвращаются к этой формуле. Михаил бежал в Угры. Мы можем предположить, что составители житий просто не могли пойти наперекор тому, что было известно всем. А всем, видимо, и было известно, что Михаил бегал по Европе в тот момент, когда его землю разоряли татары. Почему вот эта вот констатация бегства Михаила не диссонирует с его образом святого в житиях? Вот это важный момент, мне кажется, на нем стоит обратиться отдельно. В одной из ранних житийных редакций, посвященных Михаилу, так называемой редакции отца Андрея, описаны три варианта поведения людей вообще во время нахождения поганых татар на землю христианскую. Что это за варианты? Как с точки зрения автора «Жития», написанного, напомню, спустя несколько десятилетий после нашествия, действовали люди в условиях вот этой батыевой опасности. Первый вариант поведения – люди затворяхусь в городах, то есть закрывались в осады, оказывались в осаде. О них сказано, что они от поганых немилостивно избьены бывшим, то есть те, кто затворились в городах, погибли. Другой вариант поведения – люди бежали в дальние страны. Михаилу, бежавшему в Угры, иные же бежавшие в земли дальние. То есть Михаил в этом контексте действует в соответствии с распространенными нормами поведения. Как и многие другие, он бежит от врага. Третий вариант поведения – люди скрывались в труднодоступных местах, иные же – крыяхусь в пещерах, и в пропастях земных, в горах, и в пещерах, и в пропастях, и в лесах. Но, как отмечает книжник, мало от тех остался. То есть вот эти три варианта Михаил в данном случае не просто одиночка-беглец, не просто человек, который один из многих поступил таким образом. Он один из тех, кто так поступает. Есть те, которые затворяют города, есть те, кто бежит в другие страны, а есть те, кто прячется в труднодоступных местах. Вот это попытка представить бегство князя не как постыдное деяние какое-то, совершенное им, а деяние, которое даже не стыдно упомянуть его житие, потому что житие, как мы понимаем, призвано прославить святого. Вот в данном случае святой действует достаточно обыденно. Он своим бегством не вырывается за тот стереотип поведения, за те варианты поведения, которые у современников нашествия существовали на тот момент. Но, тем не менее, мы можем говорить совершенно определенно, что мытарство Михаила, вот это его бегство от нашествия, это факт, который зафиксирован книжниками самых разных предпочтений и самого разного отношения к нему. И критически настроенный к Михаилу Галицко-Волынский летописец, и доброжелательно настроенный к нему составитель жития, который прославляет князя, они одними и теми же терминами, фактически одними и теми же словами говорят о том, что Михаил бежал в условиях нашествия. И никакие попытки, предпринятые исследователями, предпринятые в историографии, найти этому бегству рациональное объяснение, попытки, связанные с тем, чтобы предположить намерение Михаила составить какую-то антиордынскую коалицию и вместе со своими союзниками дать бой татарам, где-то там уже в Европе, может быть, эти версии, эти интерпретации не находят подтверждения в источниках. Михаил бежал. Точка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова